Субтитры делал DimaTorzok Все участники группировки были вооружены. При них был целый боевой арсенал. Автоматы, гранаты, ружья, боеприпасы, радиостанции и даже полицейская форма. Во время задержания преступники оказали сопротивление. А когда стало ясно, что это бесполезно, двое из них сами себя взорвали. Уже известные имена преступников. Ниязов Абдусултан, Кадыров Кадыржан, Ешимбетов Розембай. Один из них, по некоторым данным, гражданин Узбекистана. Хозяин кто, говорите? Алкаш. Не помню, как его зовут. Он один жил? Да, мать вышла замуж, уехала. И все время приезжала, смотрела за ним. По словам очевидцев, во время операции пострадали пятеро бойцов спецподразделения Сункар. Но в правоохранительных органах говорят лишь об одном пострадавшем. В результате взрыва он получил тяжелые ранения, и врачам пришлось ампутировать ногу. По некоторым данным, именно эта преступная группировка устроила перестрелку в микрорайоне Калкаман. Тогда погибли два бизнесмена. Преступники вымогали у покойных 2 миллиона долларов. Сейчас ведется следствие. Полицейские проверяют задержанных на причастность к другим тяжким преступлениям. Еще одно ЧП произошло этой ночью в Алматы. Во время пожара в одном из продуктовых киосков по улице Уйгурска в Житезузском районе города заживо сгорел 15-летний подросток. О начавшемся под утро возгораниях жители района известили дежурных службы пожаротушения. Мы уже в киоскопе пожарные люди в городе устроили в городе Уйгурска. Как сообщают представители спецслужб, тело несовершеннолетнего было обнаружено пожарными во время тушения огня. Пламя, охватившее 15 квадратных метров, помещение было ликвидировано в течение 15 минут 10 бойцами службы пожаротушения. Как рассказали местные жители, этот киоск работал круглосуточно, а подросток помогал своей матери, сидя по ночам. О причине возгорания не сообщается. Благодаря бдительности жильца и его собаки полицейские задержали угонщика авто. Инцидент произошел во дворе многоэтажных жилых домов на пересечении улиц Бухар-Жирау и Масанчо около 3 часов утра. Один из жильцов дома заметил молодого человека, который крутился около автомобиля Тойота. На балконе белье снимала, смотрю, какой-то мужик идет вот оттуда. Дошел до машины, до конца машины постоял, вернулся, подошел к двери, открыл ее дверь, сел в машину спокойно. Какая машина? Вот эта машина, да? Да, наша машина эта. Выйдя на улицу вместе со своей собакой, он заметил в машине постороннего и тут же сообщил в полицию. Угонщик попытался скрыться, однако, испугавшись собаку, даже не вышел из машины. Тут его и задержали подоспевшие полицейские. Ключ вставил, открылась машина. Я не знаю, сын. Просто попробуй. В отношении задержанного, 17-летнего жителя города Талгар, возбудили уголовное дело. Его водворили в изолятор временного содержания. А злоумышленники, которые угнали автомобиль на трассе Алматы-Бишкек, попали на больничную койку. Поймав попутку у поселка Узанагаш, они сели в автомобиль «Мерседес». А позже, прыгнув водителя ножом, выбросили его из машины и на полной скорости направились в город. Однако далеко уехать у преступников, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, не получилось. На въезде в город они наехали на ограждение. В результате у оба злоумышленника попали в больницу. Один из них в реанимационное отделение. Было получилось сообщение от проезжающих мимо водителей о том, что неизвестные лица незаконным путем завладели автомашиной «Мерседес». Голос номер Валентина 277. Данный экипаж проследовал в восточном направлении, где на 32-м километре 50 метров обнаружили данную автомашину, которая совершила наезд на препятствие. По данному факту возбуждено уголовное дело. Пострадавшим преступникам приставили полицейских. После выздоровления обоих заключат под стражу. Эта авария произошла на пересечении улиц Богинбай-Батыра и Колдаяково. Дорогу не поделили автомобили «Марак Мазда» и «Мерседес». В результате пострадали два человека. По словам очевидцев, двигавшийся в восточном направлении водитель автомобиля «Мазда» собирался повернуть налево. Однако не рассчитал скорость движения ехавшего по встречке автомобиля «Мерседес». Удар был такой силы, что «Мерседес» откинула на обочину, и машина врезалась в припаркованную «Тойоту». В результате пострадали пассажиры автомобиля «Мерседес». Прибывшие на место медики после оказания первой помощи доставили обоих пострадавших в одну из больниц города. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Жители домов на пересечении проспекта Раимбека с улицей Коперника этой ночью разбудил автомобиль «БМВ». Двигавшийся в восточном направлении водитель «БМВ» внезапно потерял управление. Ударился от дерева, газопроводную трубу и влетел в стену жилого дома. Пострадавших нет. Вот только удар машины о газовую трубу не на шутку испугал жильцов. Я позвонила 40 минут назад. 104. Приехали сюда через 12 минут. Не надо, не надо. Вот не надо. А гаишники только приехали. На место прибыли представители всех спецслужб города. Перекрыли газовую трубу, а дерево, представлявшее опасность для жителей, срезали. А вот виновник аварии к приезду специалистов успел скрыться. По словам очевидцев, на высокой скорости он попытался обогнать автомобиль «Мерседес» и попал в аварию. Сбегались, он его зацепил и ушел. Мерс убежал, а это остался. А водитель? Ну, получается, вот он, он сюда ушел. Я дышу. Выяснением личности водителя занимаются криминалисты. Покореженные автомобили отправили на штрафстоянку. Дело передано в суд. В Алматы за кражу задержан гражданин России. Он зашел в один из магазинов на пересечении проспектов Сайна и Реймбека и украл товар. Оплатив счет за две единицы товара, он собирался выйти из магазина. Однако в его сумке продавец обнаружил еще несколько дисков. Обнаружить украденное удалось только благодаря чутью продавца. Потому как, когда молодой человек собирался выйти из магазина, система защиты не сработала. Продавец, проверяя полки с дисками, обнаружил на одной из них полиэтиленовые упаковки от дисков. И тут же вызвал полицейских. Потом я прошел по магазину, увидел в книгах вот эти целлофанки. Эти целлофанки я пробил по базе, посмотрел камеру. По камере видно, что вот этот диск он лично положил себе в пакет. Прибывшие на место сражи порядка преступника задержали неподалеку от магазина на автостоянке. Однако признаваться в содеянном молодой человек не спешит. Украденные диски изъяты. Задержанного водворили в изолятор временного содержания. Продолжение следует...